запись же идет да но у меня тоже хорошо нас видно почему работает поэтому тут смотрите сами мы вам просто рассказываем свое первое впечатление ноутбуке всем привет друзья на связи мк у нас сегодня необычное для канала нетипичное видео мы сегодня в москве пролетели из калининграда на конкурс лидеры россии интернет коммуникаций хотим забрать ноутбук еще у huawei на обзор встретиться с нашим сценаристом где-нибудь в паре посидеть пообщаться с вами ответить на ваши вопросы в общем смотрим что из этого получится друзья поехали ноут мне привез курьер это huawei made book d15 на одиннадцатом поколении intel последний в общем параллельно вот еще съездил приобрел себе вот такой вот став для автоаппарата это диджай ронин sc в общем берем оборудование едем встречаться с егором и посмотрим что это за ноутбук наши первые впечатления поехали а где мы находимся пап да ну а где это москва рядом с кремлем да ладно привет друзья на связи мк а нет мы это уже говорили привет друзья вечер мы наконец-таки собрались с егором познакомьтесь егор это наш сценарист вместе с ним мы делаем для вас этот контент в том числе и в группу и на канал это huawei made d15 я уже говорил на одиннадцатом поколении intel примерно цена его около 70 тысяч около 70 тысяч рублей он на встроенной графики intel xe потом я еще подсниму естественно в баре я сейчас тестировать не буду его автономности производительность все это мы отнимем чуть попозже сейчас первое впечатление и так этот ноутбук он поставляется в обычной вот такой вот пластиковой фигне как в принципе все бюджетные так скажем да да вы сами знаете что цена на технику сейчас взлетела значительно взлетела сразу же извиняюсь за звук у нас здесь как бы люди отдыхают только мы работаем у нас тут обычный тайп-си и и зарядка на 65 ватт usb сишны как от телефона да правильно но от мощных телефонов теперь ребят давайте запишем первое впечатление вот я достал ноутбук из коробки это не мой ноутбук мне его дали его заберут через несколько там дней там недель там посмотрим во первых я чувствую что ноутбук тяжелый это тяжелый ноутбук еще раз напоминаю huawei huawei made book d15 на core i5 какой там 1135 g7 35 g7 мы видим отдельно полная спецификация да 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 чтобы сейчас язык не ломать да если что они вот здесь виртуальный крышка не открывается одним пальцем вот видите что происходит вот крышка не открывается одним пальцем и т.с. мы сразуже вот когда егор достал это называется тест на макбук да да ты вода ну или нет когда я город с кишками достал с моей сумки ноутбук я думал его сначала достать приватки шками потом его распаковывать там теребите но и гору не терпел за его не терпелось уже посмотрели Это не первый ноут от Huawei, который я держу в руках Они все в принципе похожи Это знаете, как Volkswagen Вот Volkswagen машины, они все в принципе похожи Как в салоне, так же и в принципе Toyota и все остальные Вот то же самое с ноутбуками сейчас происходит То есть по дизайну это металлический квадратный такой дизайн Выглядит он в принципе неплохо, современно Здесь решетка радиатора, подставка, чтобы было расстояние от стола Одной рукой он не открывается Здесь у нас есть вот этот вот значок Я потом подсниму, наверное Это Huawei Share Это система передачи от смартфона Если у вас есть смартфон Huawei, вы просто нафоткали или сняли видео Прислоняйте и эти фотки уже там в системе Очень удобная штука для тех, кто любит систему Huawei И не переустанавливать Windows Потому что после переустановки этот софт удаляется Ну да, кстати Мы сразу же отметили с Егором Как люди, которые занимаются съемками и прочим Здесь нет порта для SD-карта Это на самом деле проблема В плане того, что надо по-любому Получается покупать переходники Потому что, допустим, мне удобнее не подключать фотоаппарат А вытащить флешку, вставить флешку другую Закинуть ее в ноутбук Скинуть все данные, ну вы понимаете Из портов у нас 2 USB Jack на 3.5 Здесь HDMI, еще один USB И Type-C, я вот не знаю Он для зарядки Он только для зарядки Можно передавать данные, можно подключать монитор Но поддержки Thunderbolt там нет Вот, без Thunderbolt Так что обойдетесь За 70 тысяч обойдетесь И единственное, что Егор загуглил До того, как мы распаковали этот ноут Есть ли подсветка у клавиатуры Как я понимаю, мы сейчас первый раз его включаем Подсветки у клавиатуры Кроме как у Caps Lock и что тут еще загорелось Shift, по-моему, да? Нету Нет, только у Caps Lock и все, по сути Других здесь и нету Посмотри На камеру нажми, может еще что-то появится Вот камера Нее Только одна Вот это тоже минус Потому что я по себе знаю Когда сидишь по ночам за ноутом Кстати, экран безрамочный Это классно смотрится Экран без базара В Huawei они специально верхнюю рамку сделали тоньше И перенесли камеру вниз Про это мы уже рассказывали, по-моему Когда мы В обзоре предыдущего Huawei На чем он был? На Ryzen, по-моему Да, на Ryzen 3500, по-моему В целом, вот я позиционирую этот ноут Как мультимедийно рабочий ноутбук Вот по экрану Давайте по экрану Углы обзора Глой обзора нормальный Смотри Глой эффект есть По крайней мере Это косяк Короче, ребят Первое впечатление от экрана Позже мы еще подснимем ноутбук В других Локациях, так скажем Вот Москва большая Есть glow эффект по углам Это Страдают этим все IPS-матрицы Тем более в недорогих ноутбуках Что еще? Углы обзора сами по себе Очень хороши Да Вот что Ну это IPS, понятное дело Здесь я могу Даже под таким углом Я прочитаю, что здесь написано Мой компьютер Здесь практически прямой угол То есть никаких проблем нет И большой плюс Тоже добавлю Поверхность матовая Поэтому все источники света Вот мы, например, сейчас снимаем При ярком свете Да А на экране он Да, яркий свет светит от камеры И источники света от фонарей Здесь в баре Экран остается полностью читаемым В принципе, да Работать за этим ноутбуком Вообще комфортно Базару ноль Сколько стоит ноут Вы можете узнать по ссылке в описании Мы последний раз смотрели Было в районе 70 тысяч Понятно, сейчас вся техника подорожала Все стоит очень много денег Сравнивать и искать альтернативы Это уже задача каждого пользователя Потому что кому-то критично Что нет подсветки клавиатуры Вот критично Вот если нет подсветки Он не будет брать ноутбук Кому-то обязательно Кстати, здесь, по-моему, встроенный Сканер отпечатки пальцев в кнопке Вот он хочет это и все Поэтому тут смотрите сами Мы вам просто рассказываем Своё первое впечатление о ноутбуке На 11-м поколении от Huawei Миша высказал свое мнение Я любитель копать немножко поглубже в технику Поэтому немножко подробнее рассмотрим Во-первых, по портам Вот эти два USB черники Они, если что, 2.0 И у меня возникает некоторый вопрос В 2021 год Нельзя было поставить USB 3.0 Да, в USB 2.0 можно пихать флешкой И не будет работать Но, например, жестким диском требуется больше питания И они здесь просто не заработают И в итоге у нас остается только один USB 3.0 Который будет поддерживать быструю технику Плюс, на самом деле Я всё-таки с Миша не согласен Это легкий ультрабук Да? Здесь ультрабуки тяжелые Блин, мне тяжелый Он весит полтора килограмма Для 15-дюймого ультрабука Это прям очень хороший показатель Многие другие решения весят 1.7 Даже 2 В принципе, макбук 16-дюймого Весит где-то так же Так что, ховы и малосы В этом плане не постарались Ну и, разумеется, можно немножко посетовать на то, что стрелки у нас урезаны Да Тоже не совсем понятные Это мода уже пошла у производителей Урезать стрелки, чтобы сделать идеальный Прямоугольный Да, да А насчет, кстати, насчет touch Ну, большой touch И еще по клавиатуре Что я сейчас заметил Тоже пошло не очень хорошее На мой взгляд, мода Это урезать кнопки page down, page up и прочее Да, да, кстати Я согласен, что ими пользуются не все Но, тем не менее, хватает, так скажем, программистов или просто гиков Которым удобно переходить сразу на верх страницы, вниз и прочие навигации Ребятам, которые занимаются в профессиональных программах Этого будет не хватать То есть, цифрового блока клавиш нет Хотя, посмотрите, сколько места И здесь ничего нет Здесь нет динамиков Здесь вот только кнопка Вот она Кнопка с датчиком отпечатка page up и все То есть, по сути, можно было упихнуть Чуть-чуть урезав размер клавиш Ребят, в баре мы съемки закончили Сейчас еще чуть-чуть посидим Тут пообщаемся И перенесемся на свет Мы, наверное, перейдем к МГУ Да, там очень красивые виды Заодно покажем вас Да, и подснимем ноутбук Покажем вам, как он выглядит на нормальном освещении На нормальном свету И, может, еще что-нибудь расскажем И переключайтесь Друзья, наступил следующий день Мы перенеслись из бара в МГУ Сегодня закончился еще один этап конкурса лидеры России Летают птички Прекрасная погода Наш, собственно, Huawei Отлично бликует на этом свете Сейчас я включу на нем видео Специально скачал наш один ролик В 4К Посмотрим, как ролик 4К будет проигрываться Ну, на самом деле, цвета очень яркие Мне нравится, как он показывает Есть и углы обзора Крайне немножко тускловато Тускловато, да, тускловато Надо посмотреть Вот здесь будет, если что, его максимальная яркость Друзья, вот так вот работает у нас камера Камера Вот так вот все это происходит Вот такое качество Не знаю, кому-то понравится, в принципе, приватность, да Но кому-то, может, не понравится вот такой вид И когда ты печатаешь Я уже говорил это в одном из обзоров ноутбуков от Huawei Получается вот такая история То есть камеру часто закрывают ваши пальцы Как-то так Последний день в Москве Завершаю съемки Huawei Закончился конкурс лидеров интернет-коммуникаций К сожалению, победителем я не стал Дали вот такой сертификат финалиста Как сказал Кириенко, разница между финалистами была буквально полбалла В некоторых случаях А с меня сняли балл за опоздание в финале Но ничего, колоссальный опыт Сейчас проведем последние тесты И отправимся домой в Калининград Наконец-то я дома с нормальным микрофоном В итоге я провел с MateBook D15 ровно неделю Новые процессоры Intel 11-го поколения заметно подняли производительность этой линейки Да что там говорить В однопотоке этот прот сравним с Core i7-8700K В фотошопе проблем не было даже с изображениями высокого разрешения Встроенная графика Iris XEG7 это уровень выше новой красной Vega 8 Так что в свободное время вы спокойно можете поиграть в онлайн игры Например Dota 2 выдает около 100 кадров в секунду в Full HD на минималках И при этом система охлаждения не дает температуре подняться выше 60 градусов В синтетике тоже отличные результаты 1236 баллов в 3DMark Time Spy И что самое главное В тесте от аккумулятора этот показатель даже не упал 1245 баллов Что очень даже похвально Ноут поддерживает быструю зарядку До полной батарея заряжается за полтора часа Автономность тут средняя Поиграть вы сможете 1 час 40 минут А вот в повседневных задачах Ноут держится около 7-8 часов Ну что, для первого взгляда думаю достаточно Ссылка на ноут, чтобы узнать его актуальную цену Будет в описании Если вам понравился такой формат видео Обязательно об этом сообщите в комментариях Ну и поставьте лайк На связи был МК До скорых встреч